Всем привет! Вы наверняка знаете, что за созданием образов знакомых всем киношных персонажей стоит целая команда специалистов. Сценаристы, костюмеры, парикмахеры, хореографы и, конечно, гримеры. Но мы уверены, что многие даже не догадываются, насколько сложная и кропотливая у них работа и какое количество времени уходит, чтобы превратить человека в какого-нибудь фантастического персонажа. В сегодняшнем видео мы немного приоткроем завесу тайны и покажем вам, что происходит по ту сторону экрана, на съемочных площадках и в гримерках. Готовы погрузиться в мир кино? Тогда поехали! Художник по гриму Джоэль Харлоу, лауреат премии «Оскар» за фильм «Звездный путь» 2009 года, изредно намучился со шрамами, которыми требовалось покрыть тело Майкла Б. Джордана. По сюжету его персонажа, Рик Келлмонгер, отмечает ими каждое убийство, которых он совершил около пары тысяч. К слову, шрамирование — древняя африканская племенная традиция, которая существует и сегодня. Наносятся такие шрамы крючком или другими острыми предметами. Ну а для Майкла Б. Джордана, разумеется, разработали менее суровую методику. Каждый день по несколько часов к нему крепили около 90 крошечных силиконовых бугорков, каждый из которых был вылеплен гримерами вручную. После бугорки окрашивались, да так, чтобы каждый из них совпадал с естественным цветом кожи Майкла. Они так плотно приклеивались, что после съемок актеру приходилось подолгу отмокать в сауне, чтобы гримеры имели возможность их содрать. Да, а на следующий день все приходилось приклеивать заново. Стражи Галактики У красавицы Гамора, героини Стражей Галактики и других фильмов Марвел, по сценарию должна быть зеленая кожа. И это довольно логично, ведь она представительница неземной цивилизации. Чтобы нанести зеленую краску на тело, Зое Салдане приходилось ежедневно вставать в 5 утра, а затем еще 5 часов проводить в кресле у гримера. Лоб, а точнее надбровные дуги и форму щек изменили с помощью накладок из специального инкапсулированного силикона. Подходящий оттенок кожи выбирали очень долго. С одной стороны, это должен быть динамичный, яркий инопланетный цвет, а с другой стороны, он не должен был отпугнуть зрителя. В итоге на светоотражающую базу наносились различные оттенки. Где-то темные зоны, где-то наоборот светлые, чтобы получился глубокий оттенок. И зеленая кожа выглядела по-настоящему живой. Сама Зоя призналась, что из-за костюма Гаморы ей было очень жарко, и грим начинал течь, так что гримерам приходилось справляться еще и с этими проблемами. Впрочем, результат того стоил, правда? Еще один персонаж Стражей Галактики — это перекрашенный в синий цвет, дополненный магическим гребнем на голове и умеющий смертоносно свистеть. Актер Майкл Рукер. Попробуйте узнать его в этом синем парне. По словам самого Майкла, его грим занимал три часа. На него накладывали 4-5 слоев краски, и не только синий. Была также и золотистая, и серебряная. Еще полтора часа уходило на то, чтобы все это снять в конце смены. Плюс около полутора часов требовалось, чтобы одеть и раздеть актера. Конечно, Майкл делал все это не самостоятельно. Ему помогала команда настоящих профессионалов, вооруженных хисточками, гримом и огромным количеством терпений. Их старания не прошли даром. Глядя на актера без грима, кажется, что ты совершенно другой человек. Во второй части фильма Йонду поменяли часть накладок и установили новый гребень, а обновленная синяя кожа выглядела и ощущалась как настоящая. И, конечно, пару слов о Няболе. Во время съемок первой части фильма актрисе Карен Гиллан пришлось полностью побрить голову. Таковы были условия контракта, которые она подписала. И девушка действительно рассталась со своими рыжими волосами, чем шокировала поклонников. Впрочем, примерив на себя роль не было и во второй раз, Карен все-таки попросила создателей фильма найти возможность как-то этого избежать. Так что грим не было изготовили из цельных лицевых и головных силиконовых элементов и оставили лишь одну полоску по центру ее лица и шеи, где нет никаких деталей. Гримерам пришлось подгонять цвет, чтобы кожа героини смотрелась однородной. И это оказалось, нелегкой задачей. Впрочем, неизмененными остались 22-миллиметровые линзы, которые Карен надевала каждый день. Благодаря им создавалось жуткое впечатление, что у нее было нет зрачков. Мстители Эра Альтрона Мастерам по гриму пришлось потрудиться, создавая образ робота-андроида Вижена. Любимый многими персонаж комиксов должен был оказаться одновременно близок к классике, но при этом хорошо вписаться в современный мир. Много времени ушло на то, чтобы подобрать правильный оттенок кожи. Нечто среднее между розовым и красным. Первоначально специалисты по гриму пробовали использовать накладки на лицо, но оказалось, что это визуально портит персонажа и тонкие черты пола Беттани. И потому было решено ограничиться накладками на лоб, затылок и шею. Приглядитесь, даже в кадре заметно, что лицо Беттани свободно от всякого силикона. Правда, на него все равно нанесли точки трекеров, чтобы художники под спецэффектом могли смоделировать черты. Все-таки Вижен — порождение компьютера, а значит, в нем должно было присутствовать что-то нечеловеческое. Но накладки на шее и затылке причиняли полу сильный дискомфорт. Чтобы актер не чувствовал себя намертво запечатанным в резине, понадобилось немало времени на поиски правильного материала. Требовалось, чтобы он одновременно хорошо осмотрелся в кадре и не ощущался как твердый панцирь. В противном случае Вижену пришлось бы поворачиваться всем корпусом, как Бэтмену в фильме Шумахера. Кстати, все детали кожи Вижена были покрашены изнутри, а не снаружи, чтобы получился легкий эффект прозрачности. Отряд самоубийц Сложно обойти стороной фильм, получивший премию «Оскар» за лучшие гримы прически. И в отряде действительно есть на что полюбоваться, хотя некоторым актерам преображение далось нелегко. Акинуо Ягбаджо, сыгравшему Крока, пришлось потратить невероятное количество времени на издурительные обмеры и примерки. В итоге без идеальной физической подготовки актеру было не обойтись. По пять часов на грим, а затем еще 13 часов в двухдюймовом слое пены с лицевыми протезами в балахоне и толстой крокодиловой куртке. Вся конструкция весила около 18 килограммов. Еще четыре с половиной килограмма она набирала во время съемок под дождем. И да, кожа Крока — грим, а не компьютерная графика. Джарду Лето с его Джокером повезло больше. Ему пришлось расстаться с длинной косой, сбрить бороду и брови, а также покрасить волосы в зеленый цвет и научиться пользоваться помадой. К тому же ему, как и Джею Эрнандесу, нанесли большое количество временных татуировок по всему телу, чтобы персонажи соответствовали образом современных преступников. Пираты Карибского моря, мертвецы не рассказывают сказки. Чтобы получить по-настоящему жуткую команду для капитана Салазара, гримеры нанесли им на лицо рисунок, напоминающий растрескавшуюся землю. И это не случайно. По сюжету фильма корабль взорвался, столкнувшись со скалой. Чтобы нанести грим на каждого призрачного матроса, включая Хавьера Бардема, исполнитель роли Салазара требовалось около трех с половиной часов. Еще полтора уходила на его удаление в конце съемочного дня. Да и не забудьте о черных зубах. Для создания такого эффекта в кино используется специальная краска. Ну а чтобы прибавить образу капитана настоящей потусторонней жути, часть его головы покрывали синей краской, создавая хромаки прямо поверх кожи. Получилось ли эффектно? Что ж, решать, конечно вам. Гарри Поттер и Дары Смерти Для создания образа крюкохвата, гоблина, работавшего в банке Грин Готтс, гримеры использовали внешний вид из самого первого фильма про мальчика-волшебника. Вы наверняка помните его и ту сцену в банке. В заключительных частях также применялись многочисленные накладки на лицо, включая огромный нос, а также большие гоблинские уши. По словам создателей, важнее всего было не перестараться, ведь грим не должен был мешать актерской игре Уолика Дэвиса. И им это удалось. Крюкохват, которого вы видите на экране, практически не подвергался компьютерной обработке. Ему даже установили настоящие накладные зубы и вставили специальные линзы, чтобы дополнить образ. Люди Икс 2 В то время, когда нынешняя исполнительница роли Мистик Дженнифер Лоуренс была всего 13 лет, на экранах в образе тени кожего мутанта-перевертыша блистала Ребекка Ромейн. Для нанесения грима актриса была вынуждена проводить по 8-9 часов гримерки. Сравнили с тем временем, которое требовалось актерам из других фильмов, о которых мы уже рассказали? Да, в 2003 году все было значительно сложнее, чем сегодня. Краску наносили прямо на голую кожу, и хотя это было удобно для гримеров, сама актриса постоянно мерзла, ведь на ней было надето всего несколько пластиковых накладок. Краску постоянно обновляли между дублями, потому что она норовила смазаться, а ведь требовалось украшать тело Мистик еще и темными узорами чешуи, которые должны были выглядеть натурально. Для того, чтобы Ребекка смотрела на зрителей желтыми глазами, ей надевали сразу две пары линз, и в результате девушка вообще практически ничего не видела. Впрочем, это совсем не помешало ей создать по-настоящему яркого персонажа, которого до сих пор многие фанаты Марвел считают эталоном. Лабиринт Фавна. Конечно, раз уж мы заговорили про грим, невозможно оставить без внимания такой фильм, как Лабиринт Фавна. И дело даже не в премии «Оскар», а просто… Вы видели эту картину? Кстати, роли двух наиболее ярких существ в Лабиринте сыграл один и тот же актер – Даг Джонс. Для того, чтобы перевоплотиться в Фавна, Джонсу приходилось по пять часов сидеть в кресле гримера и находиться в костюме мифического существа в течение всего дня. Для него даже изготовили специальный велосипед, чтобы он мог перемещаться по съемочной площадке во всем своем фавном великолепии. Джонс ел в костюме, и нам сложно даже представить, насколько тяжело ему было. Несмотря на свой высокий рост, актер был вынужден перемещаться в кадре на специальных ходулях. А за мимику Фавна отвечала напичканная электроникой маска, которая считывала выражение лица Джонса. К слову, второй ролью Джонса в Лабиринте был «бледный человек» – ужасное существо с глазами на ладонях. Облачение в его костюм занимало целых четыре часа. Ну а поскольку этот персонаж был слеп и не имел на лице глаз, то Джонсу приходилось смотреть через два носовых отверстия. Прикольные гаджеты, технологии будущего, удивительные изобретения и другие крутые фишки, связанные с техникой на канале Техзор. Подписывайся, не пожалеешь. Ссылка на экране и в описании. А на этом сегодня все. Моя мастерская, твое настроение.